Добрый день, Алексей Пашков на связи, и сегодня я хочу поговорить с вами о сомнительных научных концепциях и о том, как не стать их жертвой. Вообще, развитие критического мышления очень важная в наше время вещь. На нас каждый день обрушиваются огромные потоки самой разной информации, большая часть которой, мягко говоря, не заслуживает доверия. Умение отделять надежную от ненадежной, сомнительную от более-менее достоверной, это то, что, я не побоюсь этого слова, поможет обеспечить наше выживание в век информационных технологий. Поэтому во всех своих детских курсах я обязательно так или иначе использую задания, которые как раз-таки помогают слушателям развивать то самое критическое мышление. В поисках материала для таких заданий я как раз и наткнулся на первую из тех теорий, о которых сегодня хочу с вами поговорить. Когда я во вступление к видео написал, что недавно произошла сенсация, я, как всегда, немножко преувеличил. Произошла она совсем не недавно, а аж в 1990 году, когда задумываешься о том, как быстро летит время, становится немножко грустно. В любом случае, когда мне было всего лишь 6 лет, американский врач Фрэнклин Месхберберг, если я правильно произношу его имя, опубликовал статью, которая на тот момент, безусловно, стала сенсацией. О чем была статья? Посмотрите на вот эту фреску. Вы ее знаете, не правда ли? Это сотворение Адама, фреска Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Ну, одна из его фресок в этой капелле, но самая, наверное, известная. На что обратил внимание американский врач? На то, что форма плаща, который вот развивается вокруг Бога, и форма тел ангелов, которые его окружают, очень похожа на форму человеческого мозга в разрезе, если смотреть на него сбоку. К статье, которую он опубликовал, приложены вот такие вот рисунки. Ну, и действительно, на первый взгляд, сходство есть. Таким образом, американец предположил, что Сикстинская капелла содержит в себе вот это вот тайное послание. Как раз то, что мы с вами любим. И смысл послания заключается в том, что самое ценное, что Бог подарил человеку, это именно разум, интеллектуальные способности. Надо вам сказать, что любой хороший историк тут же задастся вопросом. Ну, хорошо, действительно, анатомическое сходство некоторое прослеживается, но есть ли какие-то более широкие основания для такой интерпретации? Можем ли мы в культуре того времени найти следы подобных представлений о важности человеческого мозга? Тот американский врач, который писал статью, надо отдать ему должное, попытался подойти из этого угла к проблеме. Он цитирует один из сонетов Микеланджело, ну, как вы знаете, Микеланджело был и поэтом тоже, в котором Микеланджело как раз-таки пишет о том, что любая задумка художника или скульптора сначала рождается в разуме, а потом уже осуществляется рукой. Таким образом, разум важнее, чем рука, он ей руководит. Ну, и вот он пишет, что очевидно, что Микеланджело придавал разуму огромное значение, и эту свою концепцию воплотил таким вот хитрым способом на потолке Сикстинской капеллы. Ну, сразу вам скажу, что теория имеет право на жизнь, но доказательная база у нее слабовата. С одной стороны, всего лишь пара строчек в одном сонете Микеланджело, а сонетов у него десятки, если не больше ста, я точно, честно говоря, уже не помню, это доказательство так себе для того, чтобы действительно убедиться в том, что вот эта вот идея, идея примата разума и его максимальной важности для человека действительно была в то время распространена и актуальна для людей, для этого нужны гораздо более обширные культурологические исследования. Это с одной стороны. С другой стороны, хороший историк должен, если уж он возьмется за доказательство такой теории, попытаться показать, что Микеланджело представлял себе человеческий мозг именно таким образом. Да, безусловно, у нас есть упоминание о том, что Микеланджело занимался анатомическими исследованиями, работал с трупами, проводил вскрытия, однако этого недостаточно. Очень неплохо бы выяснить, каким образом люди того времени представляли мозг. Мы, например, знаем о том, как его представлял себе Леонардо да Винчи, потому что в его бумагах, как вы знаете, сохранилось достаточно много анатомических рисунков, но имел ли доступ к таким материалам Микеланджело, насколько они были распространены, насколько универсальным было представление людей того времени о мозге. Это все вопросы, которые, если бы пытаться отвечать на них серьезно, требуют обширных и серьезных исследований. Статья, которую я цитирую, на такое исследование не претендует. Там автор просто приводит вот такую вот картинку с схематическим изображением человеческого мозга в разрезе и прилагает нам сравнить ее с тем, что изобразил Микеланджело. Похоже? Ну, повторяюсь, да, вроде бы похоже, но, с другой стороны, сходство весьма отдаленное и расплывчатое. Однако, самая соль, самый смак сегодняшнего видео заключается в том, что вот эта вот статья 90-го года, это был только первый шаг. Она открыла настоящий ящик Пандоры, и вслед за ней последовало еще, ну, штук пять или шесть, наверное, исследований, ну, правда, в данном случае исследования нужно взять в кавычки, исследований, которые пытались доказать, что, во-первых, изображение мозга есть и в других фресках Сикстинской капеллы, например, существует утверждение, согласно которому вот в этом изображении, это отделение света от тьмы, мозг изображен у бога на шее. Ну, вообще-то, если присмотреться, шея его действительно имеет несколько странную форму, но утверждать о том, что это человеческий мозг, мне кажется, если бы не появилась вот эта вот первая статья, которая, повторяюсь, открыла дверь для подобного рода интерпретаций, то и на шее бога мозга бы никто не нашел. Некоторые исследователи обнаруживали очертания почек в некоторых фресках Сикстинской капеллы, но апофеозом этой тенденции стали две статьи, обе причем написанные профессиональными гинекологами, что на самом деле говорит о многом. Действительно, человеческий мозг устроен так, что любую картинку, ну, не любую, конечно, но очень часто вот какую-то картинку, какой-то расплывчатый образ, он автоматически подгоняет под что-то уже нам знакомое и привычное. Ну, неудивительно, что врач видит в фреске мозг, а вот врач, но другой специализации, да, гинеколог, видит там то, что он всю жизнь изучал и с чем он всю жизнь работал, а именно женскую матку. Я не буду вам показывать картинки из этих статей, потому что они довольно-таки неаппетитны, но можете себе вообразить эту иллюстрацию. Поэтому автор берет изображение матки и накладывает ее на бога с его плащом. Ну, действительно, отдаленное сходство появляется. При этом любопытно, что вот тот автор, который отстаивает сходство с мозгом, он обращает внимание на переплетение линий внутри границ этого плаща, ну, руки, головы ангелов, да, вот они образовывают разные формы, и если по границам этих рук и голов проводить линии, то можно действительно получить картинку, похожую на схему человеческого мозга. Но при этом он игнорирует те детали, которые выходят за границы этого плаща. Ну, вот там ноги снизу торчат, ткань зеленая развивается. Они не укладываются в его концепцию, поэтому их он предпочитает не замечать. Люди, которые отстаивают сходство с женской маткой, поступают ровным счетом наоборот. Они обращают внимание на вот эти вот выходящие за границы плаща детали, ну, потому что они действительно вроде как соотносятся с какими-то анатомическими частями, ну, там матка к чему-то крепится и так далее. Но при этом вот этого вот узора линий внутри границ плаща они не замечают в упор, ну, потому что стенки матки, они достаточно гладкие. Это еще раз подтверждает то, что каждый видит то, что ему хочется, и что ему удобнее видеть. Но при всем при том, статей, в которых доказывается сходство вот этого изображения с маткой женской, их вообще-то две. И одна, мне кажется, абсолютно нелепой, а вот вторая на самом деле мне понравилась. И я вам сейчас объясню почему. Это любопытный момент. Первая статья, она мало того, что усматривает сходство вот очертания плащей бога с органом женского тела, но она еще и находит кое-что подозрительное в очертаниях вот этого вот голубого пятна, на фоне которого изображен Адам. Ну, видите, Адам лежит на камне, а сверху его охватывает некая просто абстрактная цветовая форма, которая служит фоном для его тела. Заметьте, что прямо над головой Адама, вот ровнехонько над его затылком, есть такой маленький полукруглый выступ. Что он напоминает? Ну, уверен, что разным людям разное. Но вот автором той статьи, о которой я говорю, он напоминает женский сосок. А раз это женский сосок, то все вот это вот голубоватое очертание, охватывающее тело Адама, это схематическое изображение женского тела. Соответственно, над Адамом грудь, а сам Адам находится непосредственно на женском лоне. Авторы после этого пускаются в длинные и абсолютно высосанные с пальца рассуждения о том, что, ну, как мы все знаем, согласно библейской традиции, Ева была сотворена из ребра Адама, и в более поздних толкованиях это всегда воспринималось как знак женской подчиненности мужчине. Ну, женщина вторичная, женщина сотворена из части мужского тела и так далее. Авторы статьи фантазируют на тему того, что Микеланджело бросает тайный вызов католической доктрине и утверждает примат женского начала над мужским. То есть сотворение Адама у него находится как бы на втором месте. Ему предшествует сотворение некой женской сущности, некого вселенского женского начала и чего-то такого. Таким образом, Микеланджело оказывается первым, ну, и вынужден тайным феминистом в истории живописи. Ну, стоит ли говорить, что на все подобные рассуждения я могу только закатить глаза? А вот что касается второй статьи, которая мне понравилась, то там действительно есть интересная мысль. Дело в том, что если вы смотрели мои лекции по истории итальянского возрождения, то вы уже знаете, что, скорее всего, Микеланджело был неоплатоником. Неоплатонизм — это такое интересное учение на стыке религии и философии, которое было популярным в Италии в это время. Я не буду сейчас в него углубляться, повторяюсь, в лекциях по возрождению я подробно довольно-таки про него рассказывал. Но одна из главных неоплатонических идей заключалась в том, что тот мир, материальный мир, в котором мы живем, — это ад. И весь смысл нашего существования, да, главная цель человеческая, заключается в том, чтобы обрести духовную свободу и подняться в горние сферы, вернуться домой, туда, к Богу. Это, как вы понимаете, довольно-таки сильно расходится с классической христианской доктриной, которая, с одной стороны, конечно, признает наличие в мире зла и греха, но которая, с другой стороны, напоминает нам всегда о том, что то, что сотворил Бог, было благом, да, и увидел Бог, что это хорошо. Христианство никогда не утверждало, что мир, в котором мы живем, — это ад и место наказания для нас. Неоплатонизм был в этом смысле гораздо более пессимистичным и утверждал именно это. Каким образом это мировоззрение согласуется с версией о том, что Микеланджело изобразил плаценту женскую, да, матку? А вот каким образом. Если очертание плаща Бога — это изображение матки, то рука Бога, которая протянута к руке Адама, и которая как бы встречается с ней, да, вот пальцами, они почти соприкасаются, это, соответственно, пуповина. Ну и действительно, повторяюсь, там есть фотография, вот наложено изображение матки, пуповина, ну и действительно похоже, и я вам не буду показывать. Вдруг вы кушаете сейчас, ну зачем портите вам аппетит? Так вот, во время рождения ребенка, а согласно этой концепции, действительно, здесь изображено не столько сотворение Адама, сколько вот как бы рождение Адама. Так вот, во время рождения ребенка пуповину, как вы понимаете, перерезают. И это первый травматический опыт в жизни ребенка, он отделяется от матери, он покидает это безопасное место, ее лона, ее чрево, его выбрасывают во внешний мир. Ну и как мы все хорошо знаем, первое, что делают дети, когда появляются на свет, они кричат. Некоторые утверждают, что крик этот связан именно с тем, что они понимают, самый лучший период в их жизни, период тепла, покоя, безопасности закончен. Теперь они оказались во враждебном окружении, да, они не в сказку попали. Так вот, авторы этой теории как раз утверждают, что Микеланджело пытался изобразить именно это. Если классическая интерпретация фрески заключается в том, что Бог наделяет Адама искоркой сознания, и сейчас вот эта искра побежит по его напряженной руке и перескочит в тело Адама, которое изображено вялым, расслабленным, и даст ему вот этот внутренний импульс, Адам встанет, звезда сознания, загорится в нем и так далее, то в интерпретации вот тех исследователей, о которых я говорю, все совершенно наоборот. Здесь изображено оставление Богом Адама. Его палец не стремится навстречу пальцу Адама, наоборот, он удаляется от него, пуповина разрывается, и Адам оказывается заброшенным в мир. Он оставлен своим божественным отцом, он слаб, он вял, он беззащитен. Это весьма пессимистичная интерпретация, но интерпретация, которая действительно имеет право на жизнь, потому что, в общем-то, она согласуется с довольно мрачными взглядами на жизнь Микеланджело, ну, насколько мы можем их восстановить. Конечно же, такое понимание фрески тоже абсолютно высосано из пальца, но, с другой стороны, оно красивое, оно логичное, оно очень удачно совмещает, с одной стороны, культурологическую сторону вопроса с анатомической. Поэтому я не думаю, что эта интерпретация убедительна, но, по крайней мере, она интересна. В заключении сегодняшнего видео хочу вам сказать, что каждый раз, сталкиваясь с подобного рода околонаучными теориями, мы должны тщательно проверять, какие аргументы приводят их создатели. И если эти аргументы расплывчаты, неубедительны, то доверять таким утверждениям не следует. Это, собственно говоря, базы критического мышления, да, его основания. В заключение хочу вам сказать, что, конечно же, в детских лекциях части про женскую матку и женский сосок не будет. Ну, про мозг я так и быть упомянул, мне кажется, это любопытно. Но все остальное, конечно же, мы оставим за кадром. Но, поскольку сейчас меня вслушают взрослые, то я решил, почему бы не поделиться этими, да, околонаучными, но, с другой стороны, весьма любопытными интерпретациями. По-моему, такой вот свежий и неортодоксальный взгляд на Микеланджело, ну, как минимум, может вас позабавить и расширить ваши горизонты. Поэтому и решил с вами поделиться. Надеюсь, вам было любопытно. Спасибо.